Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июля и я продолжаю описывать те сорта, которые к этому времени у меня уже поспели. Напомню для новичков, что у меня сибирский регион, Алтайский край, небольшой город Биск, о котором некоторые даже не слышали. Но у нас зона рискованного земледелия и в открытом грунте спелых томатов еще очень мало, но зато у меня уже много сортов поспели в теплице. Я уже показывала общий обзор теплицы. Вот сейчас иду по сортам. По просьбе одного из зрителей сейчас я вам опишу сорт «Любимый праздник», который знают не все, так как это довольно-таки новый. Если вот, например, бычье сердце, вот такой же формы, например, сердцевидное, знают все, он традиционный такой русский сорт, то «Любимый праздник» это новинка на рынке, всего лишь, там сколько-то, около 10 лет, что ли он как появился. Сорт сибирской селекции, среднеспелый, детерминатный. Вот чем он мне нравится, что он не израстает до 2 метров ни в теплице, ни тем более на улице. Он высотой 80 сантиметров в открытом грунте, но в теплице немного повыше. Я потом встану, вам покажу. Сейчас, пока я внизу, буду говорить о самом плоде. Плоды где-то пишут сердцевидной формы, где-то пишут почковидной формы. Но вот плоды вот такие, какие-то сердечком, какие-то вот так вот оно, видите, оно как вытянутое, но не полностью сердце. Вот почковидной, будем считать, что формы. Густого розового цвета, вот этот он у меня еще не дозрелый, но потом будет такой густо-густо розовый, огромного размера. Массы могут быть и 300, и 500, и 700. Люди выращивают даже до 1,3 кг. Но чтобы вырастить 1,3 кг, я уже в прошлом году рассказывала, это надо убирать лишние завязи. Когда вот столько завязи, как у меня, видите, все улеплено, конечно, 1,3 кг у вас не получится. Но я не гонюсь за крупными томатами, и я лишние сильно не убираю. Для того, чтобы вырастить большой томат, нужно оставить всего несколько штук на кустике. Он прекрасно, вот этот сорт подходит для употребления и в свежем виде, и для любых зимних заготовок. Пожалуйста, на томатопродукты наличие можно консервировать, кусками разрезать. Сорт как можно охарактеризовать? Пишут всегда, что это стабильно высокий урожай, вне зависимости от погодных условий. Я потом покажу вам в открытом грунте, кого интересует. В прошлом году есть видео-обзор с открытого грунта, где вот этот любимый праздник весь увешан огромными такими плодами. И они успевают вызревать у нас в Сибири в открытом грунте. Красные, красивые плоды любимого праздника. При высадке в грунт рекомендовано одно растение на 3 метра. Ну, сорт, конечно, будет лучше у вас, как хороший будет урожай, если вы будете выполнять все требования по поливу, по подкормкам. Это даже, ну, говорить об этом не нужно лишний раз. Как вот подвязки... Один из зрителей спросил, как везти в сколько стволов и как его выращивать. Конечно, с подвязкой, или к шпалере, или к колышку. Вы видите, что плоды большие, прибольшие. Вот у меня из-за того, что они их много, они даже вот кол у меня накренился, сейчас надо поднимать. Написано, что его формировать в 2-3 стебля. Вот у меня идут 2 ствола. Вот они, видите? Они идут, идут, идут. И тут один из них еще раз двоился, один из двух. Сейчас покажу вам. Видите, вот она. И я его обрезала. Третий ствол я не стала. Почему? Потому что у меня загущенная посадка. У меня, видите, 2 растения посажены рядом. Они и так... И так много будет плодов, хватит в одном месте. И я в 3 ствола не выращиваю. Но если вы выращиваете обычным способом, если у вас одно растение, там через сколько-то, 50 сантиметров, еще одно растение, тогда можно ввести и в 3 ствола. Но если вы выращиваете в теплице, и у вас как 2 или 3 ствола будет, это слишком много, будет затенение или что, можно его выращивать и в один ствол. Это все зависит от того, сколько вы хотите оставить кистей. Сколько... Ну, это от многих. Какой у вас регион? Как долго может плодоносить у вас томат? Я вот говорю про себя. У меня в теплице, вот здесь вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я 6 кистей оставлю. И если даже они дальше будут формировать вот эти плоды, я буду прищипывать, несмотря на то, что он детерминатный. Я не буду ждать, когда он сам завершкуется, потому что верхние, как обычно, они будут вот такие маленькие-маленькие, и они будут поздно, и, возможно, до наступления холодов они не вызрют и только зря вытянут силы с моего растения. Потому что, смотрите, оно какое крупное. Конечно, вот на таком сорте, как любимый праздник, я бы посоветовала и нормировать количество плодов в завязи. Вот видите, у меня висят 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот этих вот завязей. Это очень много для одной кисти. И вот на такой стадии можно было бы их уже отщипнуть, чтобы они были вот такие крупненькие. Но вот у меня не получается. Я вот уже эту кисть пропустила, у меня уже следующая такая же. И я еще раз говорю, что я за крупноплотность, вот за такой не гонюсь. Но у меня растут, вот как вырастут, так вырастут. Конечно, если бы их было, вот как на русском богатыре, там 13 и 27 в одной кисти, тогда бы я еще цветами отщипнула. Но вот любимый праздник будет, значит, 5 штук в одной кисти. Но вообще это много. Для вот таких крупных 3 от силы 4 плода в одной кисти оставлять. И тогда он будет такой именно, он будет соответствовать своим описаниям, характеристикам сорта. Ну а вы понимаете, что если 6 помидорок, по 1,3 кг они уже не будут. Они не будут и по 900, ну будут грамм 300, мне это нормально. Если вы поняли, если хотите крупные, формируйте, значит, не только стволы, но и кисти. Вообще рекомендация формировать в 2-3 ствола и оставляйте кистей столько, сколько позволяет вам ваш регион. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это видеообзор, как формировать любимый праздник, какой он есть вообще.